Кандидатов в чемпионы клуба выбирали среди немецких овчарок в Ейске. Выставка такого высокого ранга прошла в городе впервые, но несмотря на это стала весьма масштабной. Участвовали 100 собак из Ростовской области, Ставрополь, Кубани, Москвы и Санкт-Петербурга. Привезли также овчарок из Украины. Мария Николаевна наблюдала за собачьим конкурсом «Красотые выучки». Хотя многие из этих псов живут в квартирах, диванными собаками их не назовешь. Не причёсываться, не подстригаться они не любят. Да это и не требуется. На выставке овчарок оценивают другое. Кто как бежит, нападает и кусает. Алексею, помощнику судьи, придётся на своей ватной шкуре испытать более 10 рабочих овчарок. Счепляйтесь. Чуть-чуть рукавчик. Походите с ним. Ему приятно будет. Молодец. На кусачке, так собаководы коротко называют тестирование собак на задержание нарушителя, виден характер овчарки. Если собака злобная и не слушается команд, её могут не допустить к соревнованиям, а хозяина даже лишить права на разведение такой породы. Выставку в Ейске провёл клуб служебного собаководства «Досаав». Любители немецких овчарок считают, что идеальный пёс в меру злой, очень отважный и спокойно реагирующий на других животных. Правда, на выставке такого добиться трудно. Все участники, и двуногие, и четырёхлапые, всё же волнуются. На ринге правила другие. Собак учат им с детства. Маленькой зоди всего два месяца. Она ещё не доросла даже до выставочного бэби-класса. Но ей уже прививают правила хорошего тона. Всё, как у людей, говорит её хозяйка Яна. Ежедневные тренировки, физические нагрузки, работа со следом. Каждый день взрослая овчарка должна преодолевать не менее пяти километров. Всё это остаётся за кадром. На выставке показывают результат. Сотрудничество собаки и её хозяина. Ну и о гармоничности экстерьера тоже не забывают. Говорится о её строении передних, задних конечностей, о строении корпуса, длине крупа, положении хвоста. Оценивается буквально всё. Ну, людям это нравится, потому что, я ещё раз говорю, что это спорт. Особенно если человек имеет красивую собаку, то, конечно, ему хочется побеждать всегда и везде. Собаководы говорят, от овчарки зависит, примет или не примет она хозяина в свою стаю. И если единение душ всё же состоялось, пёс станет самым лучшим другом, готовым ради хозяина на всё. Даже терпеливо ждать оценок судьи. Звание кандидата в чемпионы клуба получил кабель Бинго из Ростова-на-Дону. Мария Николаева, Игорь Хошобин, 9 канал, Ейск.